Добрый день! Поздравляем вас с началом новой сессии в Думе. Сессия начинается в крайне сложных и тревожных условиях. На моей памяти такой ситуации еще не было. Идет полномасштабная война. На мой взгляд, за последние два месяца спецоперация превратилась в войну. Войну, которую объявили нам американцы, объединенные Европой и натовцы. Они притащили на Украину всю грязь, все оружие, все спецслужбы своих наемников и пытаются переломить ситуацию в пользу нацистов, фашистов и бандеровцев. С таким развитием событий ни один нормальный человек в нашей стране согласиться не может. Но любая война требует ответа. Прежде всего, максимальной мобилизации сил и ресурсов, сплочения общества и четкого определения главных приоритетов. Наша партия давно определила такие приоритеты и в области экономики, социальной политики, науки, образования и патриотического, прежде всего, воспитания. Мы идем на заседание Думы с развернутой программой. Это 10 шагов достойной жизни, 21 очередных мер, 12 законов и бюджет развития. Официально обращаясь к председателю правительства Мишустину, бюджет развития может быть не меньше 35 триллионов. 35-40 триллионов предлагает наша команда. Мы обсудили это и на заседании Большого Совета Леопатриотических сил вместе с Академией. И делали реальный расчет. Бюджет вполне можно сформировать. Но в этом бюджете надо выделить особые статьи. Статья номер один. Поддержка национальной безопасности. Все, что необходимо для ребят, совет наших офицеров, солдат, всех, кто нам помогает в ходе борьбы против нацизма и фашизма, на Украине должны быть выделены. Это война не против Украины. За Украину, за украинский народ, за мир в Европе. Война за справедливость на этой планете. Я удовлетворен тем, что президент Путин, выезжая на Восточный экономический форум, провел переговоры с председателем парламента Китая. Здесь послезавтра в Самарканде они проводят большой форум, ШОС, в котором участвует 21 страна, и 11 подали свои заявки. Я уверен, что очередная встреча с председателем Сейдзипинем даст позитивные результаты, потому что китайская сторона активно поддерживает нашу внутреннюю и внешнюю политику. Совпадают практически все ключевые вопросы, в том числе и вопросы экономической безопасности. Я надеюсь, что мы сложим эти потенциалы и преодолеем те санкции и трудности, которые нам объявили. Санкции почти 12 тысяч. Никогда такого безумия и безобразия не было. Санкции прежде всего будут по экономике и финансовой системе. Но читаю господину Сулуанову, выступает он перед вами и заявляют, у меня такой трудной сессии, давно не было, ломает голову. Не надо ломать голову. Сулуанов вообще всего один министр. Это по сути дела бухгалтер. Политику в области финансов будут определять правительство и Государственные думы. Государственные думы отдали полномочия назначать министров. Она обязана с них спросить, как выполняется, прежде всего, послание президента и ключевые задачи. Четыре ключевые задачи заново сформулированы непосредственно при выступлении Путина на Дальнем Восточном форуме. Задача номер один. Трансиб и БАМ. Если мы их не расширим и не модернизируем, мы не справимся с переброской на восток огромных масс товаров, которые надо продать сегодня в силу санкций Запада. Хочу напомнить, что в свое время, когда Александр Третий закладывал Трансиб, многие возражали. Он сказал, без этого мы страну не удержим. Трансиб нам спас страну в 41-м. Мы по нему под Москву потащили только 6 дивизий, отправили за Волгу почти 10 миллионов человек и полторы тысячи заводов, которые через 2-3 месяца выпускали готовую продукцию и поставляли ее на фронт. Вот господину Сулуанову надо прочитать эту статью и максимально поддержать очередную программу Путина. Вторая задача, все умер путь. Он требует строительства кораблей. Для этого у нас задействованы огромные мощности. Третье, обеспечение надежной авиации. У нас в свое время над Красноярским краем летало 700 самолетов, 500 над Якутией. Сегодня малая авиация по зарезу востребована. Надо все сделать для того, чтобы профинансировать это направление. И какие-то 10-20 миллиардов не может решить. Эти примочки не решают такого рода задачи. Тут должна быть задействована электроника, станкостроение, робототехника, искусственный интеллект, новейшие материалы. Под это нужны колоссальные средства. Под это нужны новые стройки, огромные мощности. Это совершенно другой бюджет. Я когда слышу их робкий лепет на предмет того, что они какие-то копейки кому-то дадут, посмотрел список «Единая Россия контролирует», как вводятся очередные объекты. 34 объекта введено в первом полугодии. Хочу напомнить тем, кто занимается этим. После победы 45-го за год ввели 1500 объектов. Почитайте, посмотрите, как строилась страна и как она работала. Тогда вы будете принимать совсем другой бюджет. Главное – продовольственная безопасность. У нас впервые будет урожай почти по тонне на человека. Мы уже собрали 130 тонн. Моя родная Орловская область под руководством коммуниста Клычкова собрала по 7 тонн на человека. Это лучший урожай будет в мире. Давайте учиться друг у друга. Давайте реализовывать эту программу. Наши народные предприятия от Грудинина, Казанкова, Самарукова показали блестящие результаты даже в условиях санкций. Вот обобщайте это опыт и уберите своих мародеров, которые бегают вокруг этих хозяйств. Генеральный прокурор получил от нас обращение. Пока и ответа не привета нет. Вот тогда будет реальный вклад, в том числе и нашу победу. Для нас исключительно важно образование для всех. Мы подготовили закон, рассмотрели, обсудили его. Путин сказал, нужно патриотическое воспитание. Нужно. Нужен учебник соответствующий. Посмотрите, было 78, стало 79. Я вчера с Толстым встречался. Я говорю, давайте вносить вместе о линейке учебников по истории, культуре, литературе, русскому языку, патриотическому воспитанию, военному делу. Чтобы эти учебники раскрывали суть нашей тысячелетней победной истории. Тогда и победы придут на других фронтах. Я хочу обратиться к тем, кто гонит панику в связи с военной операцией на Украине. Да, неудачи под Харьковом на войне не всегда бывали. Всегда бывали. Но имейте в виду, ТАСС сообщал дважды, даже когда мы брали Харьков и сдавали Харьков. Сообщал. Сообщали правду, мобилизуя людей. Но не надо упрекать солдат и офицеров, когда сидят в окопах по 2-3 месяца, когда некоторые не в состоянии голову поднять, когда промывают мозги со всех европейских каналов, со всех спутников. Надо им помогать, надо их поддерживать, надо их воспитывать, надо им готовить замену и смену и так далее. В этом суть военно-политического руководства страны. Надо координировать все эти действия. Открываю сегодня грязные источники. Зюганов написал письмо Путину относительно назначения Кадырова. Кстати, не писал никакого письма. Никто не рассматривал эту проблему. Кадыров занял принципиальную патриотическую позицию. Храбрый человек, достойный защитник безопасности нашей страны. Я поддержал его некоторые оценки. И вот, видимо, этой пятой колонии понравилось. Вот опубликовали. Придется с вами встречаться в суде и разбираться, кто организовал эту грязную лажу, тем более в день очередного заседания Государственной Думы. В целом мы готовы к очень конструктивной работе. Наша фракция провела достойно эти выборы. Я обращаюсь еще раз к руководству Единой России. Исплоченность общества обеспечивается диалогом. Нас всех приглашал президент и попросил, давайте в ходе диалога определим все главное, в том числе и закон. Уклонились от диалога. Выступая, он предложил, давайте примем в первую очередь то, что поможет людям и на фронте, и в тылу, и в жизни. Давайте, мы предложили, давайте рассмотрим людоедскую пенсионку и выбросим. Это ошибка власти, включая президента, который народ никогда не простит. Мы уже в этом году еще потеряем тем 3 миллионам, которые потеряли за 5 лет, еще один миллион населения. Без отмены пенсионки, без поддержки многодетной семьи, материнства и детства не решить эту проблему. У нас и Мельникова, и Кашин, и Афонин, и Новиков, и Останина, и Коломитц, и Харитон, и Савицкая обращались с целым пакетом закона. Все буксует, Единая Россия, все замалчивает, все затаптывает. А выборы так и провели, как очередную спецоперацию. Партийные спицки урезали. Смотрю некоторые столицы. Все единороссы. Ну что там, всех их любят? Вот скажите, за что? Рабочий недоволен, что у него работы нет. Крестьянин недоволен, что у него не берут выращенный хлеб по нормальной цене. Не берут его. Студенты недовольны, что у них нет нормальной стипендии и рабочего места, когда они закончатся инвестиции. Пенсионеры недовольны, что у них жалкая пенсия. Ветераны недовольны, что забыли их и не помогли. За что можно получить 80% губернатору, который 4-5 месяцев отработал в регионе? Объяснить невозможно. Поэтому халтура с ДЭГом, электронное голосование, ему не нужны ваши наблюдатели. Уже выбросили наблюдателя с совещательным голосом. Ему не нужна комиссия, ваша комиссия не может влезть в эту сеть. Ему не нужна власть, потому что 3-4 человека, которым заплатят, которые заложат программу и пустят в электронную сеть, которую контролируют американцы, головастые люди с большими деньгами на выходе вам дадут тот результат, который им нужен. Это знают все образованные люди, кроме тех, кто его пропихивает. ДЭГ хорошо, надомные голосования, дистант и еще даже в Москве ни один плакат наш не провисел больше часа. Целую орау наняли, ходят, сдирают или закрашивают. Что это Собянину нужно? Собянину абсолютно не нужно. У него есть дела, которые его прославили и его знают в этом отношении как крупного градостроителя во всем мире. Это нужно чиновникам, варю и жилью, которые надо свою задницу уберечь и карманы набить. Но чиновников надо контролировать, обязаны контролировать Государственную Думу. Ей дали дополнительные полномочия, она обязана, она обязана за открытое заседание комитетов пригласить тех, кто обеспечивает армию, кто готовит продовольствие, кто помогает им и разобраться во всех деталях. Мы отправили уже на Донбасс 101 конвой, приняли 12 тысяч детей и продолжаем эту честную, достойную работу. Без победы на Донбассе мы не справимся ни с одной другой проблемой. Максимально мобилизуем силы всех исполнителей власти, законодателей, общества гражданского, в том числе и журналистов.